Настя Казакова жила в соседнем от водосброса доме. Место здесь глухое, людей вокруг практически нет. На месте ее пропажи до сих пор лежат игрушки, взятые на последнюю прогулку. По версии средствия, Настя подскользнулась и упала в коллектор. Шансов выжить у четырехлетнего ребенка практически не было. Вода несется по бетонному желобу бешеным потоком, рев которого легко способен заглушить детский крик. Тело четырехлетней девочки было обнаружено в водоеме, в Камышах, недалеко от забора дома, как раз где она находилась 7 числа. В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которых будет установлена причина смерти ребенка. Уже вечером следственное управление возбудило по факту смерти ребенка уголовное дело по 109 статье Уголовного кодекса. Причинение смерти по неосторожности. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов лично просил главу следственного комитета Александра Бастрыкина проверить абсолютно все версии смерти девочки. По неофициальной информации, энергетики доступ к коллектору регулярно закрывают, но любители рыбной ловли и купания каждый сезон снимают ограждение. Александр Васильевич это утверждение опровергает. Рыбачить на этом месте он уже больше 40 лет. В таком положении всегда находится водосброс. И здесь не первый год гибнут именно дети. Приходят купаются, попадают под этот водопад и все. У взрослых здесь ежегодно плавают по плавке. После сегодняшней трагедии глава Самары Дмитрий Азаров дал распоряжение соответствующим органам проверить на предмет безопасности все гидротехнические сооружения столицы губернии. Волжская ТГК начала свою внутреннюю проверку. По сообщениям информагентств, мама погибшей девочки хотела от горя наложить на себя руки. Врачи скорой не позволили. Сейчас в доме много людей. Поддержать семью приехали родственники из Ульяновска.